Температура воздуха выше нуля, снега нет. Но это не мешает севастопольцам открыть зимний спортивный сезон. Дети и подростки отрабатывают броски, ведение шайбы, а также играют в флорбон на траве. Тот же хоккей, но в кроссовках с меньшими по размеру клюшками и пластмассовым мячом. Ажиотаж действительно есть, потому что, во-первых, зимние виды спорта, такие как хоккей, они не совсем, наверное, для нас стандартные, потому что у нас больше игровых видов спорта, такие как футбол, баскетбол, регби. И, конечно, дети рады. Смотрите, много сегодня пришло, много узнала о мероприятиях, ну и все участвуют. Юные севастопольцы примерили настоящее обмундирование хоккеиста из клуба «Черноморец» и сделали памятное фото. Прикольно. Тяжеловато, конечно. Надев форму, хоккеистам еще не становишься. Нужно много тренироваться. Сегодня ребят обучали правильному ведению шайбы и точному кистевому броску. Возможно, для кого-то подобные мастер-классы станут первым шагом в профессиональной карьере. У нас есть в базе пластиковый лед, соответственно, мы его используем для тренировок наших хоккеистов в бросковой зоне. Сейчас мы адаптировали эту площадку под эти условия, чтобы показать детям, что в Севастополе хоккей есть, что этот вид спорта очень активно развивается в нашем городе. На второй половине поля ребята занимались флорболом. Этот вид спорта из семейства хоккея с мячом. Игроки наносят удары не по шабе, а по небольшому пластмассовому шару с отверстиями. Матчи проходят на твердом полу, но для любителей подходит и искусственная трава. Флорболе также используют отличительные от хоккейных клюшки. Вот такими клюшками играет во флорбол. Состоит она из палки, которая сделана, как правило, из карбона. Но в нашем случае это любительская, и она сделана из пластика. Сверху должен быть обмоток, он минимизирует скольжение рук. Но самое главное – это перо. Именно им управляют мячом и наносят удары поворотом. Размер такой клюшки, как правило, не превышает 120 сантиметров для детей. И вес ее не более 300 грамм. Ребята упражнялись в контроле пластмассового мяча в обыгрыше фишек в ударе поворотом. В конце провели товарищеский матч по флорболу. Детей пришло порядка 20. Все, большая часть из этих детей, они занимаются футболом. Но при этом, как только увидели клюшку, увидели мяч необычной формы, быстро подстроились, адаптировались. И, в принципе, упражнения выполняли довольно-таки неплохо. В этом году в Севастополе всероссийская акция «Спортивная зима» стала частью проекта «Спорт в каждый двор». Благодаря развитию этой инициативы жители выходят на площадки и занимаются мини-футболом, теннисом, фитнесом и другими подвижными играми по всему городу. Антон Шачков, Денис Александрович, Севинформбюро.